Межрегиональная конференция «Учитель учителей. Первый просветитель мордовского народа», которая прошла на Кузоватовской земле, дала старт празднованию 170-летия со дня рождения Аксентия Юртова, просветителя мордовского народа. Педагог, этнограф, автор первого эрзианского букваря на основе кириллицы, родился 8 февраля по старому стилю 1854 года. В 37 лет Юртов принял сан священника и служил в одном из приходов Уфимской губернии. Долгие годы имя Юртова находилось в забвении. Сейчас наша задача восстановить историческую справедливость и дать все то, что он заслуживает за свою деятельность, которую он в свое время совершал. Дело в том, что только лишь благодаря ему мы теперь, мордва, можем равноценно стоять с другими народами в одном ряду, разговаривать на русском языке. И теперь уже, используя русский язык, мы стараемся сохранять свой эрзианский и макшанский языки. Почетным гостем мероприятия стал Анатолий Юртов, внук Аксентия Филипповича Юртова. Человек очень творческий. Он долгие годы занимался художественным свистом. Даже была своя группа. Также играет на гармошке и балалайке. Анатолий Викторович рассказал о непростой судьбе деда. Работал в Ульяновской области, бывшей Самарской губернии, учителем Старобесовской деревни, село Старобесовка, где преподал более шести лет. После перевелся в Макшанскую деревню. Больше года проработал. А после пожара случился там. Вся деревня почти сгорела. В той с лишним двору лишь только там. И даже школа сгорела. Бабушка чуть старше, значит, и дочери чуть-чуть не сгорели. И решил стать священником. По словам Анатолия Викторовича, только благодаря деду в селе появилась церковь и церковно-приходская школа. В 1895 году открыли эту школу, где он сам около 25 лет, сам преподавал закон Божий, арифметику, числописание, даже домоствой. Вел уроки пения, сам играл на скрипке. Вот моя бабушка, моя мама, значит, училась и папа мой учился у него. В настоящее время Анатолий Викторович живет в башкирском селе Ильтеряково, бывшей Андреевке. Там, где жил и трудился на благо народа его дед. В 90-е годы Анатолий Викторович вместе с сыном восстановил могилу деда. Благодаря вот то, что я начал вот это восстановить могилу, все-таки районное руководство начало, внимание, значит, сделали. Каждые 10 лет празднование отмечали. Вот в 2014 году последний раз отметили вот на будущий год. Думаю, что тоже будут отмечать. Вот так дальше. Бьюст выбил в 2014 году. Вот два года добивался. Ну, на территории клуба поставлен у меня. На конференции отметили, что Ульяновская область – единственный регион в стране, за исключением Республики Мордовия, где благодаря совместной работе Министерства образования и Института развития образования удается преподавать эрзианский язык. На сегодня его изучает более 400 детей. На мероприятие съехались представители исполнительных органов государственной власти, Управления образования, национально-культурных автономий, педагогические работники, воспитатели. Участников и гостей поприветствовал глава администрации Кузоватовского района Александр Вильчик. Я всем желаю процветания, в том числе в архивной культуре, получив вам и вашим близким. Далее лучшим педагогам и наставникам вручили награды за продвижение и сохранение родного языка и культуры. На конференцию была приглашена Елена Наумова, методист лаборатории этнокультурного образования. Гости из Республики Мордовия поделилась своим опытом с коллегами. Методист подчеркнула важность обучения детей родному языку. Мы не говорим, что нужно знать досконально этот язык, лексикологию, грамматику. Мы говорим сейчас о культуре, о обычаях, о традициях. Мы преподаем наши мордовские языки, это макшанские и ирзянские, через что? Через культуру, через обычаи. Наглядным примером изучения языка таким способом стала демонстрация проектов, учащимися Кузоватовской средней школы номер один. Ребята рассказали про мордовский костюм, старинный колодец и показали обряд. На память каждому участнику конференции раздали памятные медали и календари с изображением Аксентия Юртова, изготовленные типографией районного поселка Кузоватова. В этот же день гости посетили село Кивать Кузоватовского района, где много лет действует уникальный мордовский этнографический комплекс Мастарава. Вы находитесь в волшебном, красивом месте. Это на земле Мастарава, богиня-матери земли, которая располагается в селе Кивать, у подножья горы прекрасной, чудной, которая называется Попонь-Панда. И эта деревня у нас, она как бы, народ делает временной скачок и попадает в деревню 17 века. То есть мы показываем старинный быт. Всех гостей Наталья Кузьмина встречает в роли Мастаравы, матери земли. Край мордовский свой я прославляю. Добрый день и здравия желаю. Я Мастарава, мать земли мордовской. Величавым, спокойным и приветливым голосом Мастарава очаровала и заманила на деревянный мосток, перекинутый через изумрудный пруд. Гости прогоняли свои горести, кидая через левое плечо в пруд листки деревьев. А потом Мастарава закружила в хороводе вокруг священной березы. Как напоминание, что современная мордва носители православной, а не языческой культуры, на территории комплекса возвышается часовня, где можно испить прохладной целебной воды. По всей территории этнокомплекса возвышаются статуи с изображением героев мордовского эпоса. Так у подножия языческой богини матери и плодородия, прародительницы всех остальных богов Ангипатей, можно загадать здоровье и пополнение в семье. В избе музея всех гостей Пастарава угостила чаем с богородской травой, которая растет на склоне горы, и пирогом с картошкой, панджакай. Интересные украшения Мастаравы. Оказывается, ни одна бусинка, ни одна вышивка в мордовском костюме не существует просто для красоты и бессмысла. Их предназначение в основном оберегать женщину-мать, семью, род, даровать силу и здоровье. А странный головной убор Мастарава-панга оказался грибом. Ведь Мать-Земля объединяет всех своих детей и все творения, от грибов в земле до птиц в небе. Напомним, что на территории этнографического комплекса каждый год проходит уникальный фестиваль мордовской культуры «Мастаравань-мород», который может посетить каждый. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.